Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Милишкевич, и мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Обсуждение реализации проектов в регионах, проблемы в работе молодого парламентария и требования к нему. В Бресте состоялось заседание молодежного парламента с участием председателя Брестского областного совета депутатов Игоря Брелевича. Острый вопрос или куда выбрасывать крупногабаритный мусор брещанам? Василина Буцкевич изучала тему. Что мешает человеку жить по-человечески? В очередной рет в Чернавчице вместе с правоохранителями отправились и наши корреспонденты. Ностальгия по празднику. 15 мая Брест отметил один из самых теплых и по-настоящему полных любви праздник – День семьи. Самые яркие моменты мероприятий зафиксировали корреспонденты БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы начинаем. Молодежный парламент при Брестском областном совете депутатов является консультативно-совещательным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Как отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на 4-м Всебелорусском народном собрании, цитата, «функция государства – дать молодежи жизненный трамплин и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне». Поэтому перед молодежным парламентом Брещены стоят следующие цели – содействие деятельности Брестского областного совета депутатов в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, а также формирования кадрового управленческого потенциала региона. На этой неделе в Брестском областном исполнительном комитете состоялось заседание молодежного парламента с участием председателя Брестского областного совета депутатов Игоря Брелевича. Говорили о многом, но основные вопросы – это обсуждение реализации проектов в регионах, проблем в работе молодого парламентария и требования к нему. Все подробности в первом материале программы. В 2019 году сроком на три года был сформирован первый созыв молодежного парламента при Брестском областном совете депутатов. В 2022 году сформирован нынешний его состав, в который вошли 44 представителя от городов и районов первого региона. И парламент активно ведет работу. Так, в Брестскому был сполкомен на очередном заседании актив самоуправленческого органа обсудил вовлечение наиболее активных и инициативных молодых людей в общественную и политическую жизнь области и страны, а также сделали акцент на одной из основных задач молодых парламентариев – это работа с людьми. Те задачи, которые стоят перед молодежным парламентом, они сродни тем задачам, которые стоят перед всем депутатским корпусом. Основное, безусловно, это работа с людьми, умение слышать людей, умение их понимать, для того, чтобы потом, впоследствии, уже взаимодействуя, опять же, с тем же депутатским корпусом, с исполнительной властью, совместно вырабатывать те решения, которые будут наиболее правильными, наиболее объективными, наиболее полно отвечать интересам наших граждан. Безусловно, те молодые люди, которые попали в молодежный парламент, я уверен, что они видят себя и в дальнейшем, возможно, не все, но, по крайней мере, их часть, в части продолжения этой работы уже на более высоком, возможно, профессиональном уровне, в нем, будучи депутатами, будучи, возможно, депутатами палаты представителей, членами Совета Республики. И тот опыт, который они должны накопить вот именно во время молодежного парламентаризма, безусловно, будет им очень серьезным подспорьем. В своем выступлении перед представителями молодежного парламента Игорь Брилевич акцентировал внимание на том, что сегодня важно быть патриотом своей страны и отрадно, что практически ни одно важное для области общественно-политическое событие не проходит без участия членов молодых парламентариев области. Это и день победы Великой Отечественной войне, день государственного флага, герба и гимны Республики Беларусь, день независимости Республики Беларусь, день народного единства, день памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, послание президента Республики Беларусь к белорусскому народу и национальному собранию – День Конституции Республики Беларусь. Безусловно, областной совет депутатов, Совет Республики – это тоже является одним из приоритетов нашей работы, именно работа с молодежью, привлечение их к реализации различного рода гражданских инициатив. Мы сейчас с вами недавно праздновали великий наш святой праздник – День Победы. Безусловно, вот эти вещи, сохранение исторической памяти, они очень важны, принципиально важны для нашей совместной работы. На заседании были рассмотрены и другие вопросы. В первую очередь были подведены итоги работы молодежного парламента при областном совете депутатов второго созыва за 2023 год. Разумеется, затронули и проблемные моменты. Сегодня юношам и девушкам необходимо наладить работу на местах в районах с молодежью, а также с местными парламентариями, советами депутатов. А еще помочь в формировании политической культуры своих сверстников. Так сами определяют свое призвание молодые парламентарии Брещины. Состоялось очередное заседание молодежного совета при Брестском областном совете депутатов. На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов. В первую очередь мы подвели итоги работы совета за 2023 год, наметили план работы на 2024 год, на второе полугодие 2024 года. Ну и, конечно же, уделили особое внимание работе в интернет-пространстве, потому что сейчас для молодежи черпать информацию именно из интернет-пространства как никогда важно. Ну и сегодня у наших молодых парламентариев Брещины уникальная возможность была пообщаться с председателем Брестского областного совета депутатов, задать ему интересующие вопросы в рамках вектора развития государственной молодежной политики, взаимодействия непосредственно с молодежью. Мы получили все ответы на интересующие нас вопросы, и я уверена, что наше сотрудничество будет продуктивным. Особое внимание молодые люди уделили необходимости активизации работы в интернет-пространстве и продвижению своих социальных сетей, ведь именно там свободное время предпочитают проводить сверстники парламентариев. Главная задача молодежных парламентариев – это сформировать политическую культуру у своих сверстников и, в принципе, донести те нововведения, которые как раз-таки будут происходить сейчас. Это изменение дополнения в нашей Конституции, это как раз-таки проведение Всебелорусского народного собрания. Наша работа должна быть ориентирована непосредственно на это. Как это реализовать? В первую очередь это с помощью наших СМИ. Это СМИ региональные, так как молодежные парламентарии, они могут вступать как региональные эксперты по тем или иным вопросам. Как раз-таки и здесь должен реализовываться принцип равный обучая травму. То есть мы, как люди, которые немного в этом разбираемся, должны понимать, что должны работать с молодежью по этим направлениям и должны как раз-таки ориентировать их в нашей политической системе. Сегодня будущее за деятельной молодежью и их голос будет обязательно услышан, а их идеи обязательно получат поддержку и конструктивные предложения бесспорно будут реализованы. К другим темам и событиям. В областном центре острым остается вопрос экологический. Несмотря на то, что в Бресте существует множество удобных площадок для сортировки и выброса мусора, горожане, игнорируя рекомендации, захламляют их крупногабаритными отходами. Как правильно утилизировать крупногабарит, какие меры принимает мусороперерабатывающий завод, чтобы избежать захламления и куда отвозить свой мусор, ситуацию мониторила Василина Буцкевич. Ситуация с вывозом мусора стоит на особом контроле у всех причастных служб. Напомню, что с целью защитить окружающую среду и обезопасить граждан дома города над Бугом были заварены мусоропроводы и установлены более экологичные мусорные площадки. Если вы живете в частном районе, то вы можете заказать специальную машину мусороперерабатывающего завода, чтобы она вывезла ваш мусор. Система сбора крупногабаритных отходов в городе Бресте представлена различными способами. От индивидуальных домовладений на безвозмездной основе население может, предварительно дав заявку по телефону 59-2195, заказать непосредственно приезд к домовладению. Как правило, у нас больше пользуются жители Киев, Киев, Речицы, самые активные районы по вывозу КГУ от населения в индивидуальной застройке. Это один момент. Второй момент – это через систему контейнеров, которые вы видели, стоят в городе. Таких мест установки контейнеров в городе на сегодня 53. Из них 42 – стационарных, а 11 – передвижных. В контейнерах присутствуют 6 суток на одном адресе, а потом переезжают в другой. В планах ближайших все места сделать стационарными, раз, и плюс развить несколько количественно дополнительные места. Контейнеры для крупногабаритного мусора установлены во многих районах города Надбугом. Так, по адресу Ленинградская 1 в тестовом режиме также был установлен. Но что мы видим, в контейнере лежит множество мусора, не предназначенного для него. Ведь веточки, бутылки бумага может и должна выбрасываться в заглубленные или специализированные контейнеры с маркировкой. Данная площадка представлена в виде контейнеров для раздельного сбора, двух емкостей для сбора смешанных отходов, а также контейнера для сбора крупногабаритных отходов. Площадка, можно сказать, сегодня функционирует у нас уже месяц в таком составе контейнеров. Месяц назад мы поставили контейнер для крупногабаритных отходов, потому как данная площадка имела загромождение постоянно систематически крупногабаритными отходами. Нашли место, установили этот контейнер. Пока он стоит в тестовом режиме, но ситуация показала, что он стоит правильно, поэтому будем его, это место утверждать. На законных основаниях контейнер здесь будет комиссией одобрен и будет дальше функционировать. Хотелось бы обратить внимание опять же на заполнение контейнера, потому как контейнер имеет информационные таблички с тем видом отходов, что необходимо туда размещать. К сожалению, как мы сейчас даже посмотрели в контейнер, там присутствуют отходы, которые должны быть помещены в заглубленные емкости. Казалось бы, в соседнем дворе по улице Ленинградской, но уже у пятого дома стоит еще одна мусорная площадка. Для крупногабарита контейнера здесь нет, установить не позволяет расположение дороги и объектов вокруг. Но ведь в соседнем дворе такое есть, однако жильцы предпочитают захламлять свою площадку. Мы сейчас присутствуем на контейнерной площадке, расположенной по адресу Ленинградская, 5. Ну, площадка, вот как и с предыдущей, Ленинградская, 1, строилась в одно время. Единственным отличием на сегодня является это наличие крупногабаритного контейнера на Ленинградской, 1, а здесь его отсутствие. На самом деле отсутствие контейнера здесь связано с теми обстоятельствами, разместить здесь его крайне затруднительно. Учитывая существующий подъезд площадки, а также местность вокруг, контейнер не представляется возможным установить. И посему мы наблюдаем вот такую картину с размещенными крупногабаритными отходами на площадке непосредственно. Вывоз производится с этой площадки по вторникам. Сегодня у нас пятница, скажем так. Понятно, что вот эта ситуация ко вторнику еще усугубится. Потому что положив 1-2 крупногабаритных отхода, да, люди, скажем так, массе своей акцентируют внимание, что уже положено, поэтому и добавляют. Будем принимать меры к неочередному вывозу отхода, чтобы во вторник было здесь более-менее чисто. И эта проблема, к сожалению, остается актуальной. Брещане, не желая утруждать себя вывозом своего мусора, захламляют уже обустроенные площадки. Нарьяные нарушители порядка и чистоты должны помнить, что за неправильно выброшенный мусор их может настигнуть административная ответственность. Крупногабаритные отходы, как и строительные, как и растительные, на контейнерных площадках запрещено размещать. Контейнерные площадки, оснащенные контейнерами для каждого вида отходов с указанием информационных леек, только можно использовать. Если крупногабаритный отход, скажем так, образовался у жителей, он должен быть доставлен в санкционированное место сбора отходов. А именно, поблизости нам найти контейнер для сбора крупногабаритных отходов, может быть, в другом адресе, и его доставить непосредственно туда, в контейнер. Также обращаю внимание, что у нас работают ежедневно приемные пункты с 8 до 20 часов, на которых также можно на своем транспортном подвезти, на безвозмездной основе их примут. Чистотой своей мусорной площадки обеспокоены жильцы в районе общежития Брестского государственного технического университета. Их контейнер для крупногабаритного мусора облюбовали ИП и строители. Привозят даже ночью, выбрасывают все подряд, вследствие чего площадка постоянно захламлена, а мусор раздувается ветром на газон. Вы понимаете, что они даже приезжают ночью, в 11, в 12, когда даже никто не видит. Вот они включают свет там в своем бусике, и вот они начинают безобразить. Это правда жизнь. Но как вот с ними бороться, они не знают. Уборка мусора и порядок в городе – не только забота и работа коммунальных служб, ответственных за уборку мусора. Этот вопрос требует внимания и участия горожан. Сортируйте мусор, выбрасывайте отходы правильные, тогда вы увидите, насколько чисто и аккуратно может быть на вашей площадке. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели. В продолжении темы. Чтобы пышная зелень, красота улиц и дорог, чистота скверов и парков радовала брещанно благоустройствие, зеленение города над Бугом необходимо заботиться не просто заранее, а всегда, а в любой период. И даже несмотря на то, что большая часть работы лежит на плечах специалистов жилищно-коммунальных служб, приобщаются к полезному делу и другие организации. Наши корреспонденты побывали на покосе травы в городе и на укладке новых дорог и тротуаров и убедились, что сделать Брест лучше под силу каждому из нас. И что важно, сделать это вместе гораздо проще. Живописная картина опрятных Брестских улиц, красивых парков и уютных кварталов – заслуга работников городских служб. Ведь именно они на постоянной основе делают так, чтобы наш любимый город с каждым разом становился только краше. Сегодня, когда наблюдается теплая погода, это идеальные условия для быстрого роста травы, на улицы города выходят работники ЖКХ с триммерами в руках и наводят порядок на земле. Ежедневно на покос травы выходит 5 бригад. Объем работы колоссальный. Скажем так, город поделен на участки. За каждым предприятием закреплен свой участок. На сегодняшний день работы проходят по улице Бориса Маслова. Также косится бульвар космонавтов. Приятно, что делаешь полезное для города, для своего. У меня лежит душа именно к зеленому строительству. Посадки деревьев, покосу травы. Ну, приятно делать. Сегодня специалисты коммунальника способны быстро и качественно навести лоск на любой местности благодаря нескольким видам специализированной техники, которая находится в арсенале предприятия. Это и газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы, современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки-райдеры. Райдер и триммер должно быть взаимодействием. Потому что ни райдер без триммера, и нам без райдеров нам тяжело. Потому что площадя большие, с райдерами хорошо. Удобно, быстрее, качественнее. Ну и там, где не заедет райдер, там всегда можно триммером сделать. Силами городских служб благоустройство продолжается и дальше по всему городу. Это и уборка городских улиц, высадка цветов, замена дорожного покрытия. Так, дорожно-эксплуатационное предприятие в полную силу развернуло работы по замене асфальтного покрытия. А также приступило к прокладке тротуарной плитки по улице Героев обороны Бреска-крепости. В апреле был выполнен очень большой объем работ по сплошному асфальтированию городских улиц. Мы выполняли работы по улице Свято-Фанасьевской, Октябрьской революции, Жуково. Очень большой объем был работ выполнен по улице Ленина, где на участке от Гоголя до Машера был полностью заменен асфальтобетон. И от Гоголя до Бреских дивизий была частичная замена бетона в самых разрушенных местах. Также сейчас ведем очень большие работы по улице Героев обороны. Один участок мы уже выполнили, это от улицы Зубачева до Северных ворот Бресской крепости. Сейчас ведутся работы от гарнизонного кладбища и до первого западного тупика. Работы у специалистов много и бесспорно до идеальных дорог еще далеко. Но надо отдать должное специалистам дорожно-эксплуатационного предприятия, которые ведут системную и кропотливую работу. В данном направлении практически круглый год. Кроме Героев обороны будет выполнена также работа на съезде к Патриотическому центру. Тоже там был практически уже никакой асфальтобетон, разрушение стопроцентное было. Сейчас там сделали, заканчиваем работы уже по устройству тротуара и начатые работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Над новым дорожным покрытием на улице Героев обороны Бресской крепости трудится порядка 30 человек, да и техники немало. А все потому, что работа должна быть выполнена не только качественно, но и в срок. Здесь задействовано все. Здесь задействованы и машины по эскаваторе, и асфальтовый кладчик, фреза, подготовка идет. Вот. Ну, техника всякая. Специалисты дорожных служб выполняют этот трудоемкий процесс медленно, но ответственно и, главное, качественно. А это значит, что в скором времени артерии города над Бугом еще больше преобразятся. Милиция Брещины регулярно проводит рейдовые профилактические мероприятия, направленные на обеспечение дисциплины и общественного порядка в сельской местности. На этой неделе под пристальным вниманием оказались притоны. Это места, где собираются лица, характеризующиеся антиобщественной установкой, безнравственным поведением, преступным прошлым для потребления спиртных напитков и запрещенных законным веществ. Вместе с правоохранителями в рейд по Чернавчицам отправилась наша съемочная группа. Как живут асоциальные граждане, расскажет моя коллега Василина Буцкевич. Профилактический рейд милиции в агрогородке Чернавчицы начался с инструктивного занятия, на котором начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Бресского РОВД Александр Мельник рассказал патрульному об обстановке в сельском совете. Какие преступления были совершены за предыдущие сутки, кто находится в розыске, какие граждане стоят на учете и по каким адресам расположены дома-притоны. В целях реализации задач, возложенных на органы внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению дисциплины и общественного порядка в сельском местности, сегодня сотрудниками Бресского РОВД совместно с приданными силами в лице сотрудников патрульно-постовой службы Московского РОВД города Бреста и иными субъектами профилактики проводится профилактическая отработка Чернавчевского сельского совета. Основные задачи сотрудников, задействованных в рамках профилактической отработки, направлены на поддержание контроля заранее судимыми и другими категориями лиц, состоящими на различных профилактических учетах РОВД, а также привлечение лиц трудоспособных, неработающих, состоящих на учетах, к общественному полезному труду. В ходе рейдовых мероприятий правоохранители посетили притоны, где граждане злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни и нарушают общественный порядок. Так наша съемочная группа попала в достаточно аккуратную квартиру Александра, который стал инвалидом из-за употребления алкоголя и, так скажем, собственной бравады. Это было 16, так? После дня ВДВ. Потому что я здесь жил в Южном два года. Но я решил доказать, что такое ВДВ. Они не верили, что такое, мне так показалось, что такое. Ну, а итог вот, ну, видите, вот. А что вы сделали? Я сделал, мне дали мозги. Таким маленьким штучиком. Ну, что, дали мозги. По голове ударили? Ну, а куда еще? Вот сюда, видите. И все. Вот так в своем время и сижу. День пенсии, да, ну, когда я получал, ну, деньги за группу, за первую. Катя, это я пошел, он, конечно, деньги придет, ну, с почтой. Только ничего, мало, можно зайти. Это же считается, протон такой называется или что. А к ним еще приходит мой кореш, он мне ходит по магазинам. Только я ему доверяю. А почему я ему доверяю? Мы же вместе в школу ходили. Я считаю, что он, и все. Потому что здесь, а другому дали бабки, да. Он тебе все кидает. А мне-то нравится, мне-то надо. Не надо, мне это. Полная противоположность квартире Александра – частное домовладение, где встретили рейдовую группу крайне недружелюбно. Трое друзей активно выпивали вместе на улице. Один из них, завидев правоохранителей, решил уехать домой на велосипеде. Забыв, что за пьяное вождение двухколесного транспорта он может получить штраф. Сам дом трудно назвать таковым. Сгоревшая при пожаре проводка, кругом мусор и немытая посуда. Сложно представить, что здесь живут люди. Употреблявшие здесь алкоголь мужчины были задержаны. Основная задача наша – вовлечение неработающих граждан социального поведения, то есть привлечение их в чернавчицах, состоящих лиц на профилактическом учете, отделе профилактики 7 и 25 ранее судимых, состоящих в уголовной исполнительной инспекции. Все лица, состоящие на различных профилактических учетах и попавшиеся в поле зрения рейдовой группы за употребление алкоголя были направлены на общественные работы или доставлены сотрудниками милиции в изолятор временного содержания. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Итоги недели. 15 мая отметили один из самых теплых, ярких и по-настоящему полных любви праздник – День семьи. Семья – важнейшая ценность в жизни каждого человека, источник его вдохновения и тихая гавань, где всегда можно найти поддержку и помощь в достижении желаемых высот. В такой поистине ясный день в городе Бресте прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года». А по традиции на набережной зажигал красочный праздник Ленинского района «Семейный причал». Давайте вместе посмотрим самые яркие моменты мероприятий. В Брестском театре «Кукол» царило оживление напряжения и желание победить. И все неспроста – завершается областной этап республиканского конкурса «Семья года». Шесть дружных, трудолюбивых, творческих, а главное – любящих свою родину с семей боролись за место, чтобы представить Брестскую область в городе Минске на республиканском этапе конкурса. Брестский регион у нас открывает, так скажем, вот серию этих региональных конкурсов «Семья года». Ну и, наверное, это закономерно, потому что, во-первых, это и первый регион, во-вторых, семья Брестской области в 2022 году в предыдущем конкурсе стала победителем. И Брестская область у нас самая многодетная в стране. Поэтому, конечно, традиционно и, наверное, правильно, что 15 мая – День семьи – у нас начинается как раз с Брестского региона. И в целом, вот уже за время своего функционирования конкурс «Семья года» стал таким уже позитивным семейным движением, которое объединяет все семьи страны. Безусловно, семья и дети – это созидающая сила в жизни каждого человека. И забота государства сегодня как раз направлена на то, чтобы в каждой семье у нас рождались дети. И особый приоритет для многодетных семей. Хотя надо отметить, что конкурс «Семья года» – это конкурс, в котором могут участвовать семьи, воспитывающие двоих и более детей. Конкурс «Семья года» проходит в Беларуси в седьмой раз. За это время семейное состязание стало уже традиционным праздником, который направлен на сохранение духовно-онравственных ценностей семьи, продвижение в обществе и идеи ответственного родительства, особенно в молодежной среде. Такого плана конкурс для нас, конечно, впервые. Было очень интересно. На этот конкурс нас делегировала наша организация. И мы получили, я думаю, и получим еще хороший опыт от этого конкурса. Это сплочает семью, помогает. Мы очень много времени провели вместе, отложили все свои дела, было много репетиций. Ну, я думаю, что это все пойдет нам на пользу. Мельница, наша локация именно с мельницей связана с тем, что мы носим фамилию Мельник. Мы показали, как основание мельницы, это мы с супругом. А вот ветряные, как правильно вам сказать, лопасти, это наши детки. Нас их трое, одна лопасть у нас еще свободна. Мы много чего делали, да. То есть от написания текста, подготовки сценария, костюмов и всякой атрибутики, продумывали, старались каждую мелочь продумать, чтобы было интересно, чтобы было не скучно. И на выставке, и на выступлении в зале. Каждый член семьи у нас активный, никто не будет просто стоять на сцене. У каждого есть свои слова, свой текст, свои и песни, и танцы. Волнение есть, потому что для нас это уже как будто бы другой конкурс на ту же тематику, но другой конкурс, потому что готовились еще больше. То есть обдумывали, что мы показали там и как улучшить в этот раз. Поэтому работы было намного больше сделано. Новое все, то есть все по-другому. Все придумано, все с нуля практически обдумано. Это новый конкурс, который, ну, все по-новому, все заново. Ярко и красочной получилась и конкурсная программа, где конкурсанты демонстрировали свой творческий потенциал. Такая икая есть, дякуючи тебе. Некоторые люди все же все шукают стоя, что я нашла у тебя. Я прохаю тебе. Яркий праздник продолжился на набережной. Семейный причал – ежегодная акция Ленинского района города Бреста, посвященная Международному дню семьи. Это праздник тех, кто ценит своих близких, кто готов заботиться о других и кто понимает значение такого важного понятия в жизни человека, как семья. Для гостей праздника концертные номера подготовили вокальные студии, школьные творческие коллективы, артисты художественной самодеятельности. Сегодня Международный день семьи. Ленинский район традиционно уже более 10 лет проводит праздник на набережной, посвященный этой прекрасному дню. Каждый год мы стараемся чествовать лучшие семьи Ленинского района. Сегодня мы хотим почествовать молодые семьи. Ведь Брест – молодежная столица, поэтому именно молодые семьи сегодня расскажут о том, как им удается крепить семью, какие совместные увлечения, планируют ли они в будущем иметь деток и сколько. Мы сегодня увидим эти семьи. Также сегодня участники нашего праздника увидят победителей конкурса «Семья в кадре». В рамках праздника обрещание познакомились с самыми активными, творческими и дружными семьями Ленинского района. В этом году были выбраны три. И все они – династии врачей, энергетиков и милиционеров. Пары поделились секретами семейного счастья, рассказали о знакомстве и своих фамилиях. Мы семья Козелов, живем в Бресте. В семье уже пять лет, скоро будет 17 мая. Самое главное – это дети в первую очередь. Ну и взаимопонимание, слушаться жену. Познакомились мы на работе. Ну и секрет, что взаимопонимание, как бы там странно ни звучало, такие простые банальные вещи, уважение, поддержка друг друга. Ну и, соответственно, то, что работаем в одной сфере, как никто другой, понимаем, так сказать, все тяготы службы и поддерживаем друг друга. Я ее очень сильно люблю. Я тебя тоже. И еще одно не менее яркое мероприятие прошло в городе Бресте. В шестой раз на базе средней школы номер 17 команды 15 учреждений образования Ленинского района в составе детей и их родителей боролись за звание самой спортивной на спортивном празднике под названием «Семейный круг». Это традиционное мероприятие, которое проводится по инициативе администрации Ленинского района. Конкурсы были самые разнообразные. Ленинский район всегда встречает праздники, организовывает праздники и с селем традициями. Именно Ленинский район организовал 13-й год подряд праздник спортивный, который так и называется «Семейный круг». Он объединил ребят, родителей в большую команду, в большие соревнования, которые происходят в эстафетах. И наша главная задача – это привитие здорового образа жизни, это семейные ценности, а также профилактика неблагополучия и, конечно же, профилактика преступлений и правонарушений. «Мама, папа, я – спортивная семья» – слоган для многих участников спортивного феста по-настоящему главный. Главное и то, что у родителей стимулом было поддержать детей, показать свою ловкость, так сказать, не оплошать. А ребятня вслед за родителями классно выступала и круто болела за своих предков. А это ли не объединяет и сплачивает. В первую очередь это сплочение семьи, проведение времени вместе, досуга, здорового образа жизни в первую очередь. Все-таки дети видят, что родители тоже занимаются спортом, поэтому такие мероприятия нужно почаще проводить. Мы здесь не первый раз, каждый год участвуем, нам очень нравится, конкурсы всегда интересные, от погоды тоже зависит. Ну, как бы, мы всегда настроены и на победу. Есть школы, видно, которые не первый год участвуют, для них некоторые, возможно, даже упражнения уже знакомы были. А так, в новинку все интересно, везде хочется принимать участие какое-то. Те, которые более подготовлены к данным мероприятиям, чувствуется, что какой-то уровень у них уже имеется. Если без подготовки какой-то, то чуть-чуть тяжелее. Спортивный праздник «Семейный круг» прошел на одном дыхании. Атмосфера спортивного азарта чувствовалась во всем. Болельщики поддерживали свои команды кричалками и лозунгами. Спортсмены доказывали, что именно они самые спортивные и активные. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте. 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Туги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Анастасия Мелешкевич, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в Домау пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова